Где бы вы хотели вести бизнес? Сегодня такой вопрос в нашей группе в социальной сети ВКонтакте мы задавали нашим телезрителям. 44% говорят, я вообще не хочу вести никакой бизнес. 31% говорят, азиатский рынок подходит. Действительно, Китай довольно плотно сейчас зашел со своим бизнесом в Россию. Мы видим, насколько много китайских машин ездят по дорогам, насколько много бытовой техники продается в магазинах, которые производятся в Китае. И вообще огромное количество товаров. Это все-таки действительно страна, мировая фабрика. Есть ли то, что может быть интересно китайцам из России? Очень большой спрос в Китае на качественные продукты питания. О бизнесе в Китае поговорим сегодня. Это главные новости в студии Адалия Каламеет. Здравствуйте. Руководитель Центра поддержки экспорта Республики Татарстан Альбина Гергерт у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. 8 800 532 55 и 511 99 66 номера прямого эфира. В ближайшие 20 минут звоните нам, задавайте свои вопросы. Если они у вас есть, ну и традиционно в социальной сети ВКонтакте, в нашей группе. Телеканал Татарстан 24. Мы для вас организовали опрос. Сегодня мы спрашиваем, где бы вы хотели вести бизнес. Может быть, вы мечтаете открыть свое дело. И вот там несколько вариантов ответа. Вы голосуйте. В конце программы мы хотим увидеть результаты. Курс на укрепление комплексного взаимодействия с Китаем является безусловным приоритетом российской внешней политики. Китайский бизнес, в свою очередь, также сохраняет интерес к расширению своего присутствия в России. Мне кажется, это видят все. Для чего в условиях ухода некоторых западных компаний открываются дополнительные возможности. Для бизнесменов Республики Татарстан проведут бесплатный очный семинар о выходе на внешние рынки, который состоится 31 октября. О том, как российскому бизнесмену продвинуть свой бизнес в Поднебесной, поговорим сегодня. Действительно, Китай довольно плотно сейчас зашел со своим бизнесом в Россию. Мы видим, насколько много китайских машин ездят по дорогам, насколько много бытовой техники продается в магазинах, которые производятся в Китае. И вообще, огромное количество товаров. Это все-таки действительно страна, мировая фабрика, наверное. Тысячи производств, тысячи людей, задействованных в торговле. За 22-й год товарооборот между Россией и Китаем вырос на 30%. И только за первые 9 месяцев превысил 136 миллиардов долларов. Как российскому бизнесу осваивать рынок Китая? Возможно ли это в принципе? Рынок Китая – это огромная площадка, огромный рынок сбыта. Это полтора миллиарда человек, которые так или иначе закупают продукцию. Поэтому на это направление выходить надо. Оно очень многообещающее, и обязательно компании могут сработать там эффективно, но при этом надо учитывать ряд особенностей. То есть для выхода на рынки Китая необходимо понимать требования законодательства рынка непосредственно для того, чтобы вообще суметь торговать в Поднебесной. Соответственно, закладывать время и финансовые средства для прохождения всех этапов. Если говорить вообще про выход на рынок Китая, для любой компании необходимо быть зарегистрированными в базе импортеров Китая. После этого они могут спокойно уже на этот рынок выходить. Да, тут просто интересно. Китаю что-то интересно российского производства, потому что они действительно, мне кажется, производят просто все. Любую деталь на любую вещь. Посмотри, все это можно найти в Китае. Есть ли то, что может быть интересно китайцам из России? Очень большой спрос в Китае на качественные продукты питания. У нас Россия и Татарстан в том числе это направление активно осваивает. У них не хватает собственных ресурсов, поэтому с территории Российской Федерации поставляются молочные продукты, мясо, полуфабрикаты. Очень большое внимание уделяется кондитерским изделиям. Конфеты в разных вариациях очень пользуются популярностью в Китае. Российское мороженое тоже интересный продукт. То есть здесь, если предприятие производит экологически чистые и качественные продукты, этот рынок для компании должен быть очень интересен и есть возможность там хорошо развиться. Далее это решение и продукты для сферы услуг. В Китае, например, активно развивается сфера образования. То есть здесь тоже можно со своими направлениями заходить. Еще один момент экологически чистой и не пищевой продукции, это, например, бытовая химия. То есть сейчас в тренде, пользуются большим спросом. Очень много внимания в Китае уделяется защите окружающей среды. И наши производители бытовой химии различного рода на Пранске тоже будут очень актуальны в данном направлении. Что Россия поставляет в Китай? Давайте вот так вот. Если говорить об объемах, то в первую очередь это продукты нефтепереработки, химия, различного рода оборудования. Но это уже, если мы ведем речь о крупных компаниях. Если мы с вами говорим про малый и средний бизнес, это пищевая продукция, это продукция сферы АПК, это различного рода растительные масла, подсолнечное, рапсовое. Это те же самые кондитерские изделия, а мясная продукция. То есть пищевые продукты – это тренд, актуален для рынка Китая. Почему? Потому что у них у самих сельским хозяйством, наверное, еще можно понять. Именно ресурсов, связанных с производством пищевой продукции и сырья в Китае не так много. Поэтому это все они закупают. И в принципе продукцию переработки, уже готовую продукцию, они тоже закупают в огромных масштабах. То есть полтора миллиарда человек всегда на пищевые продукты обращают внимание, соответственно, там будет спрос. – Сложно выстраивать бизнес в Поднебесной? Насколько сильно отличается менталитет рады ли местные тому, например, что ты приедешь и, не знаю, будешь продавать мороженое? Ну, условно говоря, да? Как пример вообще? Как это все происходит? – Когда вы начинаете работать с Китаем, надо учитывать, что они настроены на долгосрочное взаимодействие. То есть здесь не надо ориентироваться на ситуацию, что будет заключен контракт и какая-то продана разовая партия. Китайцы нацелены на долгосрочное сотрудничество. Они даже будут продумывать, как их дети будут работать вместе с детьми их торговых партнеров. То есть если наши компании ставят целью выйти на рынок Китая и, соответственно, на нем развиваться и достаточно долго присутствовать, это необходимо учитывать. Потом китайцы очень глубоко вникают в саму суть бизнес-модели. То есть надо быть готовыми рассказать о том, что вы производите, чем занимаетесь, какие бизнес-процессы присутствуют. Это в том числе будет укреплять доверие к вам со стороны вашего потенциального покупателя. И очень ценят китайцы быстрый ответ. То есть здесь, если есть возможность на заданный вопрос дать ответ в течение нескольких часов, это будет высоко оценено. Если вдруг такой возможности нет, понятно, что чем крупнее компания, тем сложнее система согласования. Но при выходе на рынки Китая это необходимо учитывать и все-таки попытаться перестраивать свои регламентные процедуры, если они будут мешать такому быстрому взаимодействию. Я правильно понимаю, ведь и какой-то предприниматель с небольшим своим делом может попробовать выйти на китайский рынок. Также и гигантское производство, например, которое известно на всю Россию, тоже может попробовать выйти. Вот условно говоря, давайте представим, какой-нибудь сейчас фермер из Татарстана смотрит нас и говорит, о, хочу. Какие шаги он должен предпринять? Мясо курицы буду поставлять, китайцы мясо любят, курицу тем более. Что ему для этого, например, нужно? Китайцы очень любят куриные лапки. Так что... Там вообще безотводное производство. То есть лучше целиком курицу, они уже там решат, что с ней делать и как ее использовать. Здесь лучше всего, если этот рынок новый или вообще экспертная деятельность новая, воспользоваться инструментарием государственной поддержки. Для того, чтобы не на собственном опыте, набивая шишки, продвигаться на данный рынок, а все-таки с помощью экспертной поддержки, экономя свои деньги, эффективно выйти на эту площадку. То есть что здесь мы можем предложить? Во-первых, наш центр... Центр поддержки экспорта является структурой, которая создана специально для того, чтобы помогать экспертно-ориентированным компаниям при выходе на внешние рынки. То есть начинаем мы всегда с учебы. То есть если наши компании не знают основы экспертной деятельности, особенностей рынка, мы обязательно научим в формате очных мероприятий, в формате вебинаров, в формате специальных акселерационных программ. То есть проведем за ручку. Поможем проанализировать рынок. Научим инструментам, которые позволяют понять наиболее оптимальные направления для собственного развития и выяснить существующие, возможно, законодательные требования к реализации продукции на данном конкретном рынке. То есть требуется ли какая-то специфическая сертификация, например. То есть это все можно понять. И, соответственно, уже с учетом всех этих параметров осуществлять следующие действия. Потом мы можем размещать бесплатно на международных маркетплейсах. Китайские маркетплейсы, они очень востребованы. Мы ежегодно целый ряд компаний на площадки выводим, делаем это бесплатно. Соответственно, компания получает возможность реализовать продукцию на том же рынке Поднебесной. Что интересно, если говорить про маркетплейсы, у нас есть примеры компаний, например, который через маркетплейс в Китае продал татарский чай с добавками. То есть это история успеха конкретной компании, не самой большой, но которая вышла своим продуктом на этот рынок. Затем мы вывозим на международные выставки. То есть здесь тоже, если говорить про Китай, мы как раз-таки сейчас планируем перечень выставочных ярмарочных мероприятий на 2024 год, исходя из потребностей предприятия. Здесь мы были очень благодарны обратной связи по тому, какие направления, какие отрасли, возможно, конкретные выставки наши предприятия интересуют, для того, чтобы мы могли запланировать участие в них наших татарстанских компаний. То есть чтобы татарстанские компании участвовали в китайских выставках? Да. Мы можем оплатить полностью все вопросы, связанные с участием выставки за счет бюджетных средств. Соответственно, регистрационные взносы, аренда площади, аренда оборудования, застройку стенда, переводчиков, трансфер, доставка выставочных образцов. Это мы все берем на себя. Компания платит только прилет, проживание, питание своего участника. Сколько я знаю, в Китае одни из самых крупных вообще международных выставок. Это что, какое-то российско-китайское экспо? Мы же тоже, я так понимаю, выставляемся? Выставляемся очень много механизмов для взаимодействия. На выставке, в том числе, вывозим мы. Вывозят российские экспортные центры. Это федеральная структура, которая, в принципе, выстраивает у нас в Российской Федерации стратегию развития экспорта и является методологом всех направлений, которые в этом плане реализуются. Почему говорю про выставки? Выставка – это всегда возможность показать себя и свой товар непосредственно потенциальным покупателям. Да, и не только, кстати, это китайцам получается. Да, на любом рынке так. Затем это возможность посмотреть, чем живут конкуренты. Да, изучить. Принять для себя какие-то решения по возвращению, возможно, где-то какие-то процессы перенастроить. И тоже выставка – это всегда возможность непосредственно провести переговоры. Даже если вы с компанией начинаете работать заранее, сами вы эту компанию нашли, каким-то образом коммуникация начала выстраиваться, всегда можно пригласить на стенд, и там уже взаимодействие дальнейшее организовывать при экспертном сопровождении. Нас в том числе для того, чтобы максимально эффективно, максимально быстро это общение привело к экспортному контракту. Вот сейчас, по-моему, в Гуанчжоу проходит кантонская ярмарка. Там просто тысячи людей выставились и продают вообще все абсолютно. И она идет несколько дней, ее невозможно обойти, мне кажется, там за неделю. А это исключительно их китайское производство выставляется? Или вот, например, кто-то из Татарстана тоже может договориться и выставиться на такой большой международной выставке? На международной выставке могут принять участие любые компании, да, поэтому если мы говорим непосредственно о наших Татарстанских компаниях и о тех мероприятиях, выставках, на которые Центр поддержки и экспорта компании может повезти, здесь, пожалуйста, будем ждать информацию и с удовольствием нашей компании на рынок Китая на выставки в том числе вывезем. Есть риски работы с китайскими партнерами, ну, даже, может быть, не партнерами, а в принципе с Китаем, потому что, ну, наверное, я вот ради интереса сегодня смотрела, если вдруг кто-то, например, хочет заняться бизнесом, они же начинают заходить в интернет, начинают задавать много вопросов, и там все-таки написано, что можно нарваться на недобросовестных людей. Вот что лучше сделать? Получается обратиться в Центр? Если опыта экспортной деятельности нет, мы всем активно рекомендуем воспользоваться нашей услугой по сопровождению экспортного контракта. Для предпринимателей она абсолютно бесплатная, то есть мы разрабатываем текст документа под конкретную ситуацию, покупатель, продавец, либо проводим экспертизу того документа, который дал покупатель. Это позволяет значительно снизить риски, которые могут возникнуть при реализации этого контракта. То есть мы сразу предпринимателям объясняем, какие моменты, почему, каким затратам могут привести. Более того, бесплатно консультируем по таможне налогообложения и валютному регулированию. То есть на рынок Китая, конкретно в рамках этой сделки, предприниматель выходит защищенным, понимая все те риски и возможности, которые эта сделка несет. На эту услугу у нас заходят, кстати, и компании, которые уже экспортом занимаются, и, возможно, у кого-то из них есть и специалисты по тематике ВЭД. Это возможность получить еще одно экспертное мнение, и, соответственно, для себя сделать выводы по тому документу, по которому они работают. Правда, что китайские партнеры играют не по правилам порой? Ну, есть такое мнение, но все-таки, наверное, правильнее будет сказать, что добросовестные и недобросовестные предприниматели бывают во всех странах. Да, есть возможность этот риск значительно снизить. То есть поработать качественный документ, где мы поможем. А далее очень активно все-таки общаться со своим китайским покупателем, выстраивать доверительные отношения, проговаривать все нюансы. Если возникают какие-то вопросы либо проблемы, оперативно на компанию выходить и об этом информировать, соответственно, это значительно снизит риски каких-то сбоев в рамках реализации достигнутых ранее договоренностей. Ну, давайте помимо Китая поговорим еще, какие страны являются ключевыми партнерами. Вернее, какие страны еще интересны российским предпринимателям, бизнесменам, для того, чтобы выходить на внешние рынки и заниматься предоставлением своих услуг, продажей чего-либо? Безусловно, основные торговые партнеры как Российской Федерации, так и Республики Татарстан, это наши ближайшие соседи, страны СНГ, это Турция, которая представляет из себя тоже огромный рынок, с которым работают наши компании. Но, в принципе, на сегодняшний день создан огромный инструментарий мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Создаются и продолжают развиваться логистические коридоры, которые позволяют предпринимателям выходить абсолютно на любые рынки. То есть, если говорить о примерах, наши татарстанские компании продают продукцию в Мексику, в ЮАР. Сейчас мы прорабатываем варианты выхода на рынки Сенегала и Конго с конкретными компаниями. То есть здесь за счет использования инструментария господдержки можно практически на каждом этапе экспортной деятельности свои средства не потратить, либо потратить их в очень ограниченном количестве, что, естественно, делает выгодными и новые направления, на которых российская продукция и татарстанская продукция представлены, возможно, пока не так широко. А что мы возим? Вот интересно, в Мексику, например, то же самое. В Мексику мы возим оборудование, связанное с нефтегазовой сферой. В Африку тоже. Если мы говорим с вами про Сенегал, например, сейчас мы работаем по продуктам питания. В Саудскую Аравию отправляется наша пищевая продукция и напитки в том числе. Отсюда у меня вопрос. Все-таки санкции на Россию наложены, и есть некое давление, даже если с точки зрения финансовых каких-то инструментов смотреть, не всегда можно везде снять деньги, не всегда можно воспользоваться картами, ни для кого не секрет. А останавливает ли это бизнесменов, и вообще как они работают сейчас при таких условиях? Предприниматель на то и предприниматель, что всегда сориентироваться сложно в ситуации. И в вопросах логистики возникают какие-то моменты в нестандартной ситуации. И в вопросах проведения платежей. Понятно, что сегодня работающие банки, например, завтра ситуация может поменяться, и нужно будет искать нового партнера. Но всегда варианты решения этих ситуаций есть. Там, где мы можем подсказывать, ориентируем предпринимателей. Плюс то мероприятие, о котором вы говорили 31 октября, которое будет, оно посвящено тематике финансовой логистики в контексте экспорта и импорта. И все вопросы... И импорта тоже? Да. То есть если вдруг человек хочет, не знаю, завести свое маленькое, открыть свое маленькое дело на каком-нибудь маркетплейсе, он тоже может прийти и расспросить, что делать, куда выходить, как это все выстраивать. Да-да-да. Эксперты и банковской сферы, и логистической сферы. Можно будет задать практические вопросы, услышать практические кейсы, соответственно, рекомендации о том, каким образом выстраивать сейчас взаимоотношения. И еще раз напомните, 31 октября где у нас пройдет мероприятие? Дом предпринимателя, Петербургская, 28, 10, 00. На мероприятии будет точно так же онлайн-трансляция, поэтому участники не из Казани, или кто не сможет точно посетить мероприятие, мы ждем в онлайне, соответственно, тоже можно будет... Трансляция будет ВКонтакте, информация на нашем сайте, в наших социальных сетях, со ссылкой уже непосредственно подключение есть, можно сейчас. Где бы вы хотели вести бизнес? Сегодня такой вопрос в нашей группе социальной сети ВКонтакте мы задавали нашим телезрителям. 44% говорят, я вообще не хочу вести никакой бизнес, 31% говорят, азиатский рынок подходит, 21% говорят, в России, и 2% меня привлекает европейский рынок, совсем мало людей хотят выйти на европейский рынок, азиатский, ну и вообще есть много людей, которые не хотят вести бизнес. Вот так вот. Ничего страшного. Ну, кто-то должен быть предпринимателем, а кто-то должен работать на предпринимателя, наверное, так устроен мир. Альбина Гергерт, руководитель Центра поддержки экспорта Республики Татарстан, была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам за эту увлекательную беседу. Это были главные новости. Адалия Коломец. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова